За спичками. Выходил когда-то на советских экранах такой фильм. Посмотреть его почему-то желание не возникло. По отзывам знакомых решил, что этот фильм, как говорили в те времена, был без смысла и без рифмы. И вскоре этот фильм был забыт всеми. А кто-нибудь кроме меня помнит о его существовании? Здравия достойным. Сегодня я вернусь к теме утраченных технологий и всеобщего запрета на некоторые вещества. Все в мировой истории, касающегося этого запрета, крайне запутано и искажено. Ну, я немного забежал вперед, так что вернемся и рассмотрим все по порядку. Итак, фильм за спичками. В аннотациях на видеохостинге пишут, что фильм снят по мотивам комедийного литературного произведения какого-то финского писателя. И описывает быт, нравы и культуру финнов времен Николая II, когда их земли входили в состав Российской империи. Несмотря на звездный состав советских актеров, фильм канул в лету практически сразу после выхода в прокат. Все это выглядит очень странным, если принять во внимание, что произведения Леонида Гайдая даже сейчас, спустя более чем полвека, востребованы зрителям не менее современных кассовых фильмов. Очевидно, в нашем случае режиссер отрабатывал, как сейчас говорят, социальный заказ, не надеясь на популярность итога своего труда. Такое практиковалось тогда, да и сейчас этим не удивить. Кому это интересно было надо? Ну, в смысле экранизации истории почти вековой давности, интерпретированной современными на то время людьми. Впрочем, откуда брались такие заказы в позднем СССР, логике не поддается. Очевидно, в советской стране правящие деятели культуры как могли высмеивали жизнь при капитализме руками и образом талантливых актеров и режиссеров. И, в частности, высмеивали жизнь при российском капитализме времен царя от начала 20 века. Такой была государственная политика. Как оказалось, даже сцену, где главные актеры мылись в бане, вырезали. В СССР, как известно, секса не было. Но дети как-то появлялись. Зачем же тогда снимали? Ответ оказался прост. Фильм был выпущен также в версии для финского зрителя, где без таких поворотов сюжета он был бы точно обречен. Но он и там, как выражаются современные кинематографисты, не выстрелил. Полезный пар, в общем, ушел в свисток. В центральной сюжетной линии произведения было отсутствие спичек у одного из главных героев, что послужило поводом заглянуть к соседу. И это, в свою очередь, привело к пьяным приключениям, завершившихся очень даже не скоро. Так, по крайней мере, нам снова повествует очередная аннотация к фильму. Сам, как и говорил ранее, фильм не видел. Но знатоки рассказывали о непревзойденной актерской игре нетрезвого по сюжету Вячеслава Невинного. Как оказалось, это только в позднем СССР спички не считались за добро. А у многих бабушек, которые застали и пережили войну, после их похорон спички выносили на свалку мешками. Не утрирую нисколько. Они были куплены очень давно и уже разложились от ветхости. И по этой причине практически не зажигались. Как сейчас помню, очень необычные этикетки на этих спичечных коробках времен Сталина. Из разговоров с пожилыми людьми удалось понять, что действительно спички с начала 20 века были дефицитом. И их могли позволить себе свободно только очень небедные люди. А простые, если не могли получать огонь без спичек другим способом, ходили к соседям за горящими угольками. Интересно, в Финляндии от начала 20 века жили настолько богато, что могли себе позволить попросить у соседей спичек? Или спичками там называли нечто другое? И в самом деле, примерно в то же время, как вышел на экраны наш фильм, один знакомый, как победитель соцсоревнования на заводе, получил бесплатную туристическую путевку в Болгарию. Она в то время была, как, впрочем, и Финляндия, дружественной страной. Но в Финляндию путевок не давали, потому что она была капиталистическим государством. По приезду из Болгарии этот знакомый, как тогда было принято, собрал за столом ближайших соседей по дому и начал угощать привезенным бренди «Слынчев бряк» в солнечный берег. Ну и рассказывать о диковинном мире западного соцлагеря, про который тогда ходило множество удивительных слухов. И как-то между делом произнес для поднятия застольного настроения интересную фразу о том, что у нас спичка – это спичка. Сугубо всем понятный унитарный предмет. А в Болгарии таким словом называют «половой орган». Ну, не уверен за правдивость такой фразеологии. Нетрезвый разговор, как известно, юридической силы не имеет. И если у нас спросить на улице спичек, чтобы прикурить, не вызовет ничего удивительного. То в Болгарии запросто можно получить спичек, но в другом контексте. Все присутствующие, как сейчас помню, хохотали очень долго. И в самом деле, много лет спустя, приехав в западнославянские страны, неоднократно попадал в различные комичные ситуации при использовании русских слов, за которые в среднем полосе Московии никогда бы ничего не подумал. Русский язык, как известно, велик и могуч, даже если он трансформировался на отдельных исторических территориях в другой смысл отдельных слов. Уже после появления электронных сервисов языкового перевода, действительно убедился, что спички в разных языках называются совершенно по-разному. Ну вот, например, сырныки на Украине и на Дону. Кстати, мне всегда было интересно, ну почему сырныки? А давайте сходим за спичками. Ну, примерно как в том самом кино. Ну, только своим маршрутом. С чего начнем? Ну уж, раз начали с лингвистики, давайте и продолжим. Очень легко понимается тот факт, что слово «спичка» является уменьшительно ласкательным от спица. И, как оказалось, спицами в старину называли не только детали колес и инструмент для домашнего рукоделия. Значений у этого слова было гораздо больше. При желании можно погуглить и убедиться самим. Общий смысл сводится к тому, что спицами называли любой продолговатый предмет, либо с набалдашником на конце, либо без такового. И скажу больше. В лихие 90-е, когда властью были отпущены все тормоза, сдерживавшие советских людей от влияния буржуазной культуры, на свет появился печатный официально изданный сборник неподцензурной русской поэзии от XIX века. Там приняли участие практически все известные поэты из классической литературы. И много неизвестных, не оставивших практически никакого следа. Одно из стихотворений приписывали известному в литературных кругах поэту Боротынскому. О том, как несчастную козу в лесу поймал черт и надругался над ней, после чего, пересытившись, убежал в лес. И после этого очень долго звери и птицы куда-то там совали спицы. Оказывается, слово имело и такой смысл. И болгарские спички здесь выглядят очень даже правдиво. Интересно, почему в других славянских языках спички так не называли? Как утверждают некоторые исследователи, и небезосновательно, слово «маяк» в русском языке было образовано от латинского «марк» путем зеркального отражения литеры «р». Некто еще совсем недавно внедрял чуждый алфавит и путем такого вот коверкания букв ставил барьер между пониманием у народов, которое требовалось разделить этнически, культурно, духовно и как угодно еще. Здесь можно рассказывать очень долго, но у нас сегодня не об этом. Извлечем только то, что «маяк», «марс» и «марка» ранее обозначали, если не одно и то же, то очень близкие предметы. Почему спичечную фабрику «маяк» в городе Рыбинске назвали этим словом? А на этикетку разместили еще одну спицу, только светящую. Для сведения, до 1917 года данная фабрика называлась «факел». Не исключено, что в честь английского матерного слова. Мы многое не знаем про конец 19 века в России. И вновь выходим на спицы из стихотворения Боротынского. Что все это значит? Кстати, много раз удивлялся появлению в русском языке слова «факел». Очень похоже на то, что в Россию это слово пришло оттуда. И стало вполне безобидным и безотносительным. Так же, как, например, и слово «ниггер». В отличие от англоговорящих стран, где свободное употребление этих слов, мягко говоря, не приветствуется. Наверное, повторюсь, но в многочисленных литературных произведениях эпохи очень раннего социализма и про эпоху очень раннего социализма поголовно все синематографы назывались «Арс». Если сомневаетесь, почитайте «Республику Шкит». Луч этих синематографов прошел сквозь годы вплоть до конца 20 века практически без изменений. Поколение 40 плюс помнит его очень хорошо. Из тех, кто бывал в советских кинотеатрах. Конечно, когда из кинозала подбрасывали в луч от кинопроектора посторонние предметы, они начинали светиться диковинным светом, мешая смотреть всем остальным зрителям. Такое вот было тогда хулиганство. Вопрос. Почему кинозалы начала 20 века назывались «Арс»? К революции и большевизму это слово не имело и не имеет никакого отношения. Но если взглянуть на все это под другим углом, то нетрудно увидеть еще один предмет со спичечных этикеток фабрики «Маяк». Он же, собственно, «Маяк», но в миниатюре. Он же «Марс». Он же «Арс». Первую букву политкорректно от этого слова отодрали, чтобы никто не догадался, что Марс – это далеко не только планета и даже не бог войны. И терзают смутные сомнения, что укоротили слово совсем не писатели раннего соцреализма, а уточнители истории где-то не ранее середины 20 века. У писателей как раз все было в лучшем виде. Вопрос «Зачем?» Кому мешали эти светящиеся спицы? Начинаем думать, ну или продвигаться дальше за спичками. Где искать ответ? Еще раз внимательно посмотрим на аукционные лоты для любителей антиквариата. Полагаю, для этого даже не обязательно созерцать подобные экспонаты. Надписи о безопасности спичек встречаются даже сейчас, как в отечественных экземплярах, так и в зарубежных. Спички, как известно, это не игрушка. И это знают все, даже без напоминающих надписей. Почему на всех спичечных коробках поголовно и на разных языках в начале 20 века писали подобные фразы все их изготовители? Почему в СССР, со времен Сталина, эта традиция вдруг исчезла и вернулась уже только после ухода СССР? И в очередной раз ничего удивительного мы не открываем. Как известно, ранее спички делали из фосфора, что было очень небезопасно. Пожаров в те времена боялись больше, чем эпидемий. И спички подобного изготовления приносили больше вреда, чем пользы. По отзывам некоторых современников, фосфорные спички зажигались не только от чиркания коробок, а просто при встряхивании коробка, трением друг о друга. Если такое имело место быть, то определенная опасность присутствовала вне всякого сомнения. Проще было бы действительно ходить к соседям за угольками, или, как в том кино, к богатым соседям за безопасными спичками. А богатые соседи не покупали спичек никогда, если на них не было соответствующей надписи, говорящей о их безопасности. Даже когда очень хотелось огня, чтобы согреться. Чушь какая-то. Давайте и здесь смотреть под другим углом, примерно как ранее на Марс-Маяк. Первые спички сделал в 1805 году французский химик Жан Санцель, ассистент профессора Тенара. Это были деревянные спички, зажигавшиеся при соприкосновении головки из смеси серы, бертолетовой соли и киновари с концентрированной серной кислотой. В 1813 году в Вене была зарегистрирована первая в Австрийской империи спичечная мануфактура «Миллиарда» и «Вика» по производству химических спичек. Ко времени начала производства серныков, серных спичек, вот и ответ. 1826 год. Английским химиком и аптекарем Джоном Окером. Химические спички были уже достаточно широко распространены в Европе. Дошли они и до России. Например, в конце 1824 года Александр Сергеевич Пушкин в письме брату из Тригорского, Петербург, просит прислать ему серные спички. На минуточку. Как вещает тот же ресурс, фосфорные спички появились много позже и сразу попали в категорию риска, поскольку помимо пожарной опасности ими начали массово пользоваться убийцы и самоубийцы. Для применения и употребления яда из спичечных головок. И несмотря на это, их массово выпускали, пока на свет не появился некий документ. Ну или произошло некое событие мирового масштаба, формализованное в документ. Это целая международная конвенция и для колоний, и для метрополий, согласно которой во всем мире запрещался белый фосфор. Правда, очень странно, что документ не вступил в силу, но все ринулись его исполнять, вплоть до скрупулезного нанесения соответствующих надписей на спичечных коробках, включая Российскую империю с ее натуральным хозяйством и народной традицией светить факелом властям всех уровней. А держатели спичечных мануфактур тогда тоже были выходцы из народа. Ну если история не врет. Пусть не все, но большая часть точно. Это были купцы и крестьяне, купившие себе вольную. А может по определению между этими сословиями надо ставить знак равенства? Почему они все как один подчинились законам, не вступившим в юридическую силу? Что это случилось, можете не сомневаться. Фосфорные спички действительно исчезли. Какая такая структура заставила всех подчиниться своей воле, причем в мировом масштабе и без всякой ратификации законов? Здесь, наверное, для понимания происходящего надо сделать небольшое отступление. История России от первых двух десятилетий 20 века нам известна очень однобоко. Была революция 1905 года, в ходе которой по всей империи прошли погромы и массовые проявления протеста. Было много жертв, но царь, как ни странно, усидел на троне. И далее при том же царе страна в следующие 10 лет делает стремительный рывок во всем, где только можно. И полагаю, никто этот факт сейчас оспаривать не будет. На Нижегородской ярмарке демонстрировались такие экспонаты изделий отечественной промышленности, какие местами не встречались и в мире. Желающие могут найти в сети ее каталоги без особого труда. Чем был обусловлен такой рывок? Неужели поумневшим после народных бунтов царем? Но вдруг внезапно, а может совсем не внезапно, началась война, переросшая в революцию, что в итоге уничтожило этот промышленный бум. Давайте представим это наглядно с точки зрения современной управленческой психологии. Какой-то юморист нарисовал реальное положение организационной структуры в любом современном властном подразделении, будь то коммерческая фирма, будь любое другое образование. И что интересно, не соврал ни капли. Эту схему можно примерять на различные государственные и общественные органы, большой ошибки не будет. В современной терминологии это есть матричная система, когда горизонтально-вертикальные отношения построены по сложным законам и без четкой иерархии. И как в этом отношении выглядела царская власть? Наверное, с ее табелями о рангах и кодексами чести все выглядело несколько упорядоченнее. Хотя и с поправкой на российские условия. Но все же представим, что иерархия там была сравнительно четкой. Как в такой елочке могло получиться, что после народных бунтов 1905 года развитие пошло семимильными шагами. И при все том же царе-батюшке. Собственно, выводов только два. Либо на какой-то ступени иерархии были разорваны все связи, которые до этого тормозили процесс. Либо были разорваны связи, какие мы в нашей схеме не учли. И они также тормозили процесс. Речь здесь, понятное дело, идет о процессе развития. Первые два десятилетия 20 века известны, например, по отношению к 19 веку гораздо лучше. Там были одиозные министры, на которых покушались промышленники, банкиры и прочие деятели. Но никто никого не свергал. И царь сидел на троне достаточно прочно. Ну, вроде бы, до 1915 года. Тогда какие связи разорвались на нашей схеме? А теперь вспомним про спички и тотальный запрет белого фосфора по щелчку пальцев. И в очередной раз взглянем на картину русского мира под другим углом. Полагаю, начинает доходить до многих. Есть два вида извращений. Это хоккей на траве и управление одной шестой частью суши с помощью такой вот елочно-матричной системы. Да простят меня любители этого вида спорта, но позвольте остаться при своем мнении. Невидимая вертикаль из сереньких человечков шла до самого низа общества. При описании народных бунтов от 1905 года вполне отчетливо исторические летописцы отразили некоторые незаметные на первый взгляд детали. А именно погромы, которые шли не только на дома богатых и зажиточных власть имущих персон, но и на врачей, которые сами единолично решали, где и какие дома надо сжигать, чтобы предотвратить распространение холеры. И никакая власть им была не указ. Что-то до боли знакомо. И действительно, дома сжигали с выселением их обитателей на улицу в лучшем случае. Подобные факты зафиксированы документально. Сюда же можно отнести и истории с испанкой, и поголовной вакцинацией от нее, но, полагаю, и так все понятно. А с фосфором и его тотальным запретом как раз и сработала та вертикаль из сереньких человечков, которая, если надо, могла воздействовать на любые уровни, оставаясь при этом в тени. Главное создать для Гоев иллюзию могущества и их непобедимости при как будто патриотической власти. А остальное они додумают и доделают сами. И, живя в такой иллюзии, никогда не увидят ничего, а большинство из них вообще не могло видеть дальше собственного носа. Увы и ах, но такие у нас обыватели практически везде. И, очевидно, в 1905 году протестующие как раз стряхнули с себя эти невидимые узы от серых человечков. Просто и лавинообразно в масштабах империи. И царь, который наверняка как минимум знал о существовании и назначении серых человечков, после событий 1905 года болтался как известная субстанция в проруби, потому как он далее просто не мешал никому развиваться. Если бы мешал, понятное дело, что было бы дальше. Побежденные, очевидно, вначале не знали, что делать и растерялись. Но потом проявили изобретательность в виде искусственно созданной Первой мировой. Но это уже другая история. Главное создать иллюзию Отечественной войны. Если у кого-то при восприятии этой фразы начались непонятные ассоциации, поддержите их, пожалуйста, при себе. И не засоряйте комментарии. В случае с фосфором, кстати, получилось занятно. Его добывали кустарным способом на тех же фабриках, на которых изготавливали сами спички. Официально под видом борьбы за промсанитарию и с прочими благими намерениями. Фосфорное производство уничтожили. Но постойте. Как уже было сказано выше, в стране было натуральное хозяйство. И сплошной апофигей на руководящие импульсы со стороны власти. Это сейчас лишают лицензий и отключают энергоносители. А тогда таких условностей еще не изобрели. Как же там было на самом деле? Натуральное хозяйство стоит того, чтобы упомянуть его отдельно. Это сейчас население держит различного рода специальными крючками в виде общих источников энергоснабжения, денежных кредитов, централизованных поставок продовольствия и прочего подобного. При необходимости можно легко притянуть и отправить в очень нелегкие жизненные условия большие народные массы любым из этих крючков. А в то время как? Если все необходимое народ имел при себе и воспроизводил своими силами. Это была его своего рода степень свободы, с которой планомерно боролись и борются до настоящего времени, но за исключением известного периода в середине 20 века. Так что там было с фосфором? Почему-то вспомнились школьные уроки истории про тот период, когда в интерпретации приписываемой большевикам в стране зрел кризис и на политическую сцену вылезли деятели, которых большевики называли оппортунистами. Их было очень много, и каждые имели название, примерно как и сектанты, которых тоже тогда не обделяли вниманием. Из них сохранились в памяти ликвидаторы и отзовисты, о многих уже и не вспомнить. Но учитель их скрупулезно всех зачитывал по списку. А зачем? При виде этого списка почему-то упорно лез в голову советский фильм, где одна из героинь могла приготовить из картофеля 60, кажется, блюд. Как, а главное, чем они отличались друг от друга? Все больше казалось, что такой список делали для того, чтобы в нем из-за изобилия однотипных персонажей размыть реальные политические течения. Называли их анархистами и еще как-то. А анархия, как они говорили, мать порядка. Если вдруг наступила бы анархия, или другими словами, организационная система, при которой полномочия и ответственность в равной степени разделятся между самоорганизующимися группами. Здесь нет иерархии, приказов и прямого подчинения, как очень давно, в древние времена. И правоту любого субъекта решали не конституция и купленный суд, а устав. Никаких серых человечков не было бы и в принципе. Их просто не могло бы быть. Ни спроста ли Батроцкий после прихода к власти первым делом уничтожал казачество, где местами еще жили таким образом, по уставу. И уничтожил так, что про этот исторический пласт из пластунов. Не помнят даже историки с дипломами и стажем. Давайте-ка лучше вернемся к маршруту за спичками. И правда, некошерно получилось, когда в СССР положили факел на руководящие требования тайной закулисы и вместо надписей о безопасности спичек начали наносить социалистическую агитацию или просто посторонние картинки. А те, как известно, требовали соблюдать свои правила досконально, даже если это выглядело как абсурд. Но это было своего рода в глазах индексом лояльности. Что же там происходило в этом самом спичечном производстве? Полагаю, копнуть надо несколько глубже. На одном из интернет-аукционов антиквариата попалась такая вот картинка. В аннотации было написано, что некий немецкий алхимик изготавливает фосфор. Это обычная гравюра от 18 века, стоила недорого и в общем не представляла большой ценности. Такие на подобных аукционах продают пачками. Кто-нибудь что-нибудь заметил? Приложу укрупненный фрагмент. Первое, что при просмотре привлекло внимание и сбило с толку, был факт, что ни одной тени или полутона не нарисовано неправильно. А такое бывает только на фотографиях. Нет, конечно, есть художники, которые могут так изобразить. Но говорить о массовости таких произведений явно не приходится. Если этот образ создал художник, поверьте, он стоил бы очень дорого. А может быть даже был известен на весь мир. Похоже, в старые добрые времена имелось такое средство преображения фотографий в произведения изобразительного искусства, что наш фотошоп просто отдыхает. А в нашем случае, скорее всего, мы наблюдаем даже коллаж из двух фотографий. На заднем плане есть еще один сюжет. Второе, что насторожило, был изображенный технологический процесс. Судя по тому, как и каким предметом освещено лицо алхимика, ошибки тут нет. Это он, родимый. Очевидно, сразу же после синтеза фосфор очень сильно светился. Какая-то энергия ему доставалась от химической реакции. Но что это был за синтез? На картинке изображен обычный по виду самогонный аппарат и струйка пара, которая выходит из колбы. Нам идентифицируют процесс перегонки предельно ясно. И, судя по всему, пар в плане ядовитости был абсолютно безопасен. Рискну предположить, что это обычный водяной пар. Что же это был за интересный такой прибор? На многих старинных изображениях алхимиков действительно присутствует перегонный аппарат в виде печи, которая нагревает сосуд, в который, в свою очередь, заливали исходное сырье. Вариаций такого аппарата было много. Чем же его заправляли? На какой-то политической карикатуре отчетливо видно, что в качестве сырья используют военнослужащего. Вроде бы. Что хотел донести автор подобной сатирической аллегорией. Но еще было интересно, что вокруг печи скопились те самые человечки, которые на схеме, которая выше, были помечены серым цветом. Полагаю, в этом никто не усомнится. Какой интерес они преследовали эксплуатацией такого самогонного аппарата. Очень занимательно. И почему подобные игрушки пошли в истории следом за фосфорными спичками? В свое время слышал версию от простых советских обывателей, что подобные сувениры излучали радиацию, в связи с чем их запретили где-то при Ильичье II. Примерно так же, как и фосфорные спички, просто запретили по мановению руки, без всяких законов. Хотя в СССР времен середины 20 века их выпускали массово, равно как и лампочки подобного вида. Случайно ли это? Странные люди все же были эти алхимики. Почему-то сюжет картин, которые изображают жизнь этих ученых, уныло однообразен. Как будто они всю жизнь делали одно и то же. Перегоняли нечто на фосфор. Они делали золото из всего, что попадется под руку, как их описывали в тех же учебниках истории. Помимо нашего перегонного аппарата, в руках алхимиков очень часто на картинах мелькает такой вот аксессуар. Очевидно, им раздували пламя в импровизированных подогревателях субстанции, которую перегоняли в фосфор. Возможно, для химической реакции было необходимо поддерживать температуру таким вот способом. Но только для промышленных масштабов производства, использующего воздушные потоки, стояли бы более серьезные агрегаты. Например, кузнечные горны. Почему ни один сюжет картин не обходился без таких поддувателей? Вопросы. Одни вопросы. Но что-то сразу посещает мысль, что если подобный предмет мелькает на всех картинах, то его назначение примерно такое же, как фраза «спички безопасные» на коробках. И посмотрим на все эти картины через призму парадоксальности. Кому-то было надо, чтобы предмет изображался массово и в контексте несвойственного ему применения. Кому? Ну, на одной картине показалась деталь, которая начала сдувать ореол таинственности с подобных творений живописи. Это есть не что иное, как «ночная ваза». Или, как политкорректно называли ее в Европе, «уриналия». Как известно, фекальной канализации в старые добрые времена ни в одном здании не существовало. И это, несмотря на то, что керамическая промышленность была развита так, что некоторые сохранившиеся экземпляры тех лет не могут повторить даже сейчас. Но в то же время изобрести унитаз никто не додумался. И все биологические отходы аккуратно собирались, причем всеми сословиями, от царей и до самых низших слоев. Не под стол будет сказано, но такие предметы были в каждом доме. И это явный экземпляр по эконом-варианту. У богатых людей такие предметы были роскошного вида. Лучше, как известно, синица в руках, чем такая утка под кроватью. Но в те времена под кроватями подобные утки были у всех. Крышка, на это с позволения сказать коробочки, имеет уплотнитель, чтобы не источать зловонье. Очевидно, все тщательнейшим образом собиралось и сдавалось. Вы совершенно правильно поняли, сдавалось алхимиком, как сырье для производства фосфора. Другого исходного материала не было. По крайней мере, в массовом порядке из недр его не добывали. А на этой картинке для нужд алхимиков собирают уже кровь. Вопрос для начинающих биологов. Если в отходах жизнедеятельности человека много фосфора, насколько меньше в процентном соотношении его в крови и далее в самой плоти? В легендах и сказаниях много раз упоминалось, что воины ритуально сливали кровь в некую чашу, называемую братиной. Но, как выяснилось позже, этот мифический сосуд был вовсе не братиной, а платиной. В этом слове очень топорно, некто заменил звонкие согласные буквы на глухие, видимо, чтобы никто не догадался. Наверное, те же, кто сделал из литеры R литеру Я, превратив Марс в маяк. Информация о том, что в мире не сохранилось кладбище моложе первой половины XIX века, сейчас по сети гуляет очень много. Причину этого мы открываем только сейчас. Равно как и причину отсутствия фекальной канализации в домах. Впрочем, на одной из картин всплыла отгадка назначения одного из упоминаемого выше аксессуаров алхимиков. Что делает человек на картине? Раздувает угли или что-то зачерпывает из сосуда на трех ногах? Лично я склоняюсь ко второму. Когда знаешь правильный ответ, сочинять такие измышления очень легко. А если так, то наши биологические отходы перед загрузкой в перегонный аппарат подвергались какой-то промежуточной обработке и в чистом виде для процесса не употреблялись. Их не настаивали как брагу, чтобы выдержать какой-то срок. А если не как брагу, то как что? Наверное, как сусло. Ну уж, нет, сусло делали для кваса. Как там подалю? Кому пиво с суслом, а кому плеть с узлом? Или тут так же было, как с братиной платиной? Правильно там гласило в какой-то легенде, что Бог подарил Иисусу золото, смирну и ладан. Смирна и смирный. Явно есть одно и то же. Что тут могло быть смирным? Но больше всего попалась картин с сюжетом, где алхимики пристально изучали урину через оптически прозрачный сосуд, либо стоя рядом с перегонным аппаратом, либо без него. Что они там высматривали? Неужели таким образом распознавали обогащенность сырья? Больше всего это напоминает анекдот, когда на медкомиссии в военкомате призывник поинтересовался у доктора, внимательно осматривающего его заднюю промежность, не видно ли там его отсрочки от призыва? Как оказалось, видна была там служба в Заполярье. Что же высматривали алхимики? Фосфор? Или может быть урино-урно-уран? В их языке это называлось урн. Прочие буквы додумали уже потом благодарные потомки тех самых алхимиков, кого не перебили во времена Святой Инквизиции. Смех, конечно же, смехом, но самые первые картины, которые мы обсуждали, где алхимики сидели с непонятным соплом и содержали свой перегонный аппарат, назывались, угадайте как, «Изготовление ни много ни мало философского камня». Используя другой анекдот о логическом мышлении, рискнем предположить, что раз камень – это твердое, значит, алхимики получали жидкое. Очевидно, изготовлением фосфора этот производственный процесс совсем не завершался. А чем же тогда? Про уран, конечно же, весело получилось. Но, как и Марс-маяк, оказывается, тоже был божеством и одновременно планетой. В 1896 году, исследуя уран, французский ученый Антуан Анри Беккерель случайно открыл радиоактивный распад. В это же время французскому химику Анри Муассону удалось разработать способ получения чистого металлического урана. В 1899 году Эрнест Резерфорд обнаружил, что излучение урановых препаратов неоднородно, что есть два вида излучения – альфа и бета-лучи. Они несут различный электрический заряд, далеко не одинаковый их пробег в веществе и ионизирующая способность. В мае 1900 года Польвий Яр открыл третий вид излучения – гамма-лучи. Но практическое применение урана, скажем так, в промышленных масштабах, началось только в середине 20 века после всем известных событий. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Неужели слово «уран» в современном понимании как опасный химический элемент и то самое увлечение алхимиков синтезом фосфора из мочи не более чем сходство или совпадение? Ну, едем дальше. За спичками. По непонятной причине, а может для узкопонимающего большинства очень даже понятной, фосфор запрещают. Спички с тех пор выходят уже в том виде, в каком мы их видим и сейчас. Ну, разве что с небольшими изменениями. А тогда в мире появляются на свет и выходят в народные массы уран и открытый накануне радий. Тот самый, которого, как по Маяковскому, в грамм добыча и в годы труды. И тем не менее, товаров, содержащих радий, в мире появляется очень много. Как понимать этот факт? И по отзывам современников, вел себя этот радий не совсем обычно, ничем не отличаясь от фосфора. Он заряжался светом, и затем какое-то время этот свет излучал. На его основе делали ту самую краску, которую наносили, в том числе и на циферблаты часов. Или мы что-то не знаем про данный радий. Как минимум термин радиоактивность, миру этот химический элемент оставил. Хотя так же исчез нежданно-негаданно и быстро. А так же оставил устройства, которые по всему миру назывались радиаторами. А по традиции называются и сейчас. Правда, те, что тогда и что сейчас, даже рядом не поставить. Интересно, где такой радиатор, и где спички, с помощью которых добывали для него огонь? Действительно, проще сходить к соседям за угольками в печку, чем портить такой шедевр. Но не будем отвлекаться, и едем дальше за спичками. И перенесемся где-то почти на полвека вперед, в события достаточно хорошо известной нам Второй мировой. Точнее, в начале одного из ее малых героических эпизодов. Оборона Заполярья была, да и остается не так широко известной, как, например, оборона Москвы или Сталинграда. Не тот масштаб и не та стратегическая ценность. Но давайте и здесь будем смотреть под другим углом. Командование Вермахта рассматривало Заполярья как вспомогательный, хотя и важный, участок Восточного фронта. Германское командование заблаговременно разработало планы боевых операций для горной армии Норвегия, дав им кодовое название «Северный олень», начало 22 июня 1941 года, овладение районом никелевых рудников в области Петсамо, проведение мероприятий, строительство дорог и тому подобное, для осуществления следующей операции «Чернобурра-Лисица», начало неделю спустя. Наступление на порт Владимир, полярный вдоль арктического побережья до Мурманска. 26-й армейский корпус Вермахта должен был по плану Песец взять Салу, Кандалакшу, затем повернуть на север и, наступая вдоль Кировской железной дороги, соединиться с горно-стрелковым корпусом Норвегия для взятия Мурманска. Зачем так сложно для практически незащищенного региона? Скажу больше. Известны факты, когда Гитлер на совещании в Ставке, проходящем в июле 1941 года, заявил, что после захвата Кольский полуостров полностью отойдет Германии навсегда. Как известно, Гитлер бредил древней Гипербореей и имел сведения, что на полуострове сохранилась ее какая-то часть. Но в то же время, еще задолго до начала войны на Кольском полуострове уже были экспедиции и ничего существенного вроде бы не нашли. И не находили даже после войны, вплоть до настоящего времени. Ну, не будем принимать во внимание легенды, какими обросли данные экспедиции, а также отдельные артефакты, которые с натяжкой можно отнести к древним. Их к делу не пришьешь. Что же хотел найти Гитлер в тех краях, если их захват планировался в три этапа с нескольких сторон? Неужели только не замерзающий порт Мурманск? Для сведения, на другом заполярном побережье, вплоть до Таймыра, немецкий флот чувствовал себя, как в родной гавани. Именно по этой причине, после войны, было решено строить крупную военно-морскую базу СССР на Северном морском пути. Вначале ее место предполагалось в Обской губе, затем в Игарке. И Кольский полуостров не был стратегическим форпостом на этом пути, ну, совсем никак. Даже если принимать во внимание, что от Мурманска на континент уже на то время существовала железная дорога. Чем завершился этот захват, описано достаточно подробно во многих источниках. Гитлеровцам не удалось проникнуть глубоко на территорию полуострова, и после нескольких неудачных попыток наступления, длившихся до лета 1942 года, линия фронта стабилизировалась и простояла вплоть до 1944 года. На Мурманск было сброшено рекордное количество авиабомб, но город выстоял, за что, собственно, и был удостоен звания города-героя. Два года длилось противостояние, после чего враг был изгнан и край освобожден. Подробностей о героизме советских войск и всех принимавших участие в обороне написано достаточно много. Ну, не будем заострять на них внимание и перейдем к следующим эпизодам из истории Второй мировой. Другим интересующим нас фактом будет появление в гитлеровской Германии лагерей смерти, в том числе тех, которые известны на весь мир спустя очень много лет. По прошествии более полувека после окончания войны многими исследователями доказывалось, что гитлеровский режим был далеко не первооткрывателем технологий массового истребления людей. Подобные заведения были известны еще во времена Первой мировой, и места их нахождения находились не только в Европе. Но, несмотря на это, именно режиму Гитлера приписывают создание мест, где технология умерщвления была выведена на качественно новый уровень по отношению к известным до этого случаям. Типичная последовательность действий, производящихся в Освенциме и Майданике, над евреями и цыганами сразу после прибытия. В пути люди умирали в вагонах от жажды и удушья. Отбор на немедленное уничтожение на выходе из вагонов. Немедленная отправка отобранных для уничтожения в газовые камеры. В первую очередь отбирали женщин, детей, стариков и нетрудоспособных. Оставшимся предстояла татуировка номера «Каторжный труд. Голод». Тех, кто заболевал или просто ослабевал от голода, немедленно отправляли в газовые камеры. В Треблинке, Хелмна, Белжеце, Сабиборе в живых временно оставляли лишь тех, кто помогал убирать трупы из газовых камер и сжигать их, а также сортировать вещи убитых и тех, кто обслуживал охрану лагерей. Все остальные подлежали немедленному уничтожению. Животрепещущих подробностей описано достаточно много. Все желающие могут с ними ознакомиться факультативно. Благо, источников информации по этой теме предостаточно. Не будем в них вдаваться. Нас будет интересовать несколько другое. А именно, даты появления тех самых газовых камер и сопутствующих им строений, как признак начала внедрения массовости в уничтожение людей. Итак, Аушвиц, он же известный всему миру как Освенцим, июль 1942-го, Майданок, лето 1942-го, причем с осени система перешла с угарного газа на более совершенный. Собибор, июнь 1942-го, Треблинка, июнь 1942-го, и с осени мощность камер была многократно увеличена. Можете гуглить дальше, если считаете нужным. Ничего нового не откроете. Факт имеет место быть. Газовые камеры начали применять только с лета 1942-го года. Вначале примитивные на использовании газа от сгорания топлива, потом более совершенные. Это при всем при том, что подготовку к войне с СССР Германия начала за несколько лет до ее начала. И это доказано. И в случае планирования массового уничтожения узников подобная технология также была бы предусмотрена в том или ином виде, без срочного строительства лагерей силами тех же заключенных. Не забывайте, что это Германия, где все и везде упорядочено и продумано до мелочей. Парадоксальная на первый взгляд мысль, а связано ли строительство газовых камер с неудачами вермахта на Кольском полуострове, если это хронологически совпадало. Еще раз взглянем на карту и прочитаем историю еще одной локации в русской Лапландии. В 1916 году был основан как разъезд Белый, ныне железнодорожная станция Апатиты-1, в связи с началом строительства Мурманской железной дороги. В ходе гражданской войны в России с августа 1918 года по февраль 1920 года находился под управлением Северной области. Поселок Апатиты был образован в 1926 году и насчитывал всего 7 жителей. В 1930 году основан совхоз Индустрия. В связи с открытием и разработкой хибинских месторождений Апатита нефлиновых руд в 1935 году становится рабочим поселком городского типа с включением в него поселка совхоза Индустрия. Кто не в курсе, здесь на протяжении всего времени было единственное в СССР месторождение ископаемых, из которых добывали фосфор в промышленных масштабах. И по некой странности гитлеровцы до него не дошли, равно как не сумели захватить порт, через который можно было бы вывозить добытое. И не взяли под полный контроль железнодорожный путь, по которому можно было бы осуществлять логистику. Полагаю, когда-нибудь благодарные потомки переосмыслят и по достоинству оценят стратегию обороны этого участка земли. Но, увы, ради этого в фашистской Германии пришлось наладить производство фосфора другим способом, более, так сказать, традиционным, как тем самым алхимикам. Другой вопрос, а зачем это понадобилось Гитлеру? Ответ на него давно известен и задокументирован. До самого поражения Германии в мае 1945 года нацистская пропаганда заявляла, что вот-вот выйдет чудо-оружие возмездия, оно же Вундерваффе, и ход войны повернется вспять. Ну, как-то так не сложилось, и чудо-оружие появилось совсем в другом месте. А это ли оружие хотел создать Гитлер? Ходили слухи, что после поражения Германии все архивы по разработкам подобного рода были вывезены, и, видимо, использованы по прямому назначению. А как же запрет белого фосфора, и какое отношение он имел к урану? Тот факт, что фосфор хорошо горит, и это многократно применялось и применяется при создании оружия, кстати, также запрещенного, хорошо известен. Но во второй мировой это оружие вовсю использовалось, и явно не его имел в виду Геббельс, пропагандируя использование Вундерваффе. Неужели Гитлер мастерил что-то из урана, как писали некоторые исследователи? Ну, конечно же, нет. Ту самое Вундерваффе было известно с тех самых времен, когда изобрели фосфорные спички. Разве что Гитлер в поисках красных линий решил его воскресить, нарушив негласную общемировую конвенцию? Он и так начал нарушать многие правила, очевидно, почувствовав свою силу, ну и совсем не беспочвенно. Но по какой-то причине не успел достичь своей цели с супероружием. И причина эта была простой. Прошу прощения за банальность и назойливость, но Господь подарил Иисусу не один компонент, а три. И изобилие одного из них в ущерб другим проблемы совсем не решало. Впрочем, в СССР от Гитлера совсем не отставали, и вовсюду добывали как апатиты, так и азокерид. Очевидно, при определенных условиях эти вещества были заменяемы. Более того, глядя на месторождения тех и других с высоты птичьего полета, упорно посещает мысль, что они образовались от бомбардировки древних мегаполисов, в которых исходного продукта было очень много. Настолько, что осевшие руины образовывали сопки с полезными залежами того, что не смог уничтожить взрыв. Вся эта гонка вооружений закончилась очень примитивно в ходе Корейской войны, с победой в ней тех самых серых человечков. И мир де-факто стал однополярным. Хотя еще несколько десятилетий шел спектакль под названием «Развитой социализм». На карту в той войне было поставлено очень многое, и победа одной из сторон означала бы конец другой стороны в мировом масштабе. И далее земной шар либо победно шел в коммунизм, либо, не совсем победно, назад в капитализм. И случилось то, что случилось. Победил, увы, на тот момент сильнейший. Интересно, а что было бы в мире, если бы случилось наоборот? Как минимум, воевали бы совсем не так. Согласитесь, выглядело бы необычно, если в стаю беспилотников полетел такой необычный тороид, и они посыпались бы от него, как стая комаров, в которых стрельнули струей газового огня от зажигалки Крикет с регулятором пламени. Делали такие эксперименты в лихие двенадцатые, когда на рынок хлынула подобная продукция, и она окончательно вытеснила уже серные спички из массовой продажи. Наверное, снова бы вернулись рыцари в доспехах. Впрочем, чего тут гадать? Запущенная недавно и упорно раздуваемая тема грязной бомбы идет явно неспроста. Кто там такой смелый нашелся? История знает подобного отважного по имени Саддам Хусейн. Решил он как-то сходить за спичками к соседям и получил их. Но только получил тех самых болгарских спичек. Есть подозрение, что еще за спичками решил сходить Муаммар Каддафи и получил аналогичных. Но последний, по крайней мере, не афишировал свой поход в открытую. Спросите, чего это я тут разболтался? Родина в опасности и пора уже ломать правила игры тех самых серых человечков. Тут уже по-комсомольски. Если не мы, то кто же? Чтобы посыпались все их социальные крючки, как иголки с елки, честно отстоявшие с католического Рождества до православного старого нового года. А то так и будет шаг вперед, два назад, прыжок на месте, пока не наступит конец всему. Он уже в каких-то городах наступает, ну, если верить новостям. А зачем, собственно, нужно ходить за спичками? Все это образно. Это абзац специально для технически продвинутых людей, дружащих с физикой. Представьте мысленно процесс чирканья спичечной головки обок коробка. В идеале этот процесс представляется точечным, площадь соприкосновения спички и коробка небольшая, но в силу детонации вещества выделяет искру, которая воспламеняет саму спичку. Аналогично срабатывал и фосфор, когда его там применяли. Разве что он был намного чувствительнее к трению. Какова природа этой искры? Ровно такая же, как у любых пьезоэлектрических искр. Видоизменим задачу и накрошим со спичек из коробка все головки, как в детстве. А вот если их смешать с некой жидкой субстанции, которая проводит электричество и при этом не является электролитом, будет ли получаться электрическая искра уже в объеме этой субстанции при ее встряхивании? Конечно же да. Величина итоговой искры будет зависеть от объема жидкости и от ее качества. И если ее шевелить постоянно, то и электризация будет постоянно. И наступит очень многое, благодаря чему спички будут уже не нужны совсем. Что будет шевелить эту жидкость уже другой вопрос. И как оказалось его решение просто до одурения. Как там по-боротынскому и очень долго звери-птицы будут глазеть на эти спицы. Всегда посещала мысль, что все парфеноны и им подобные здания красивы, но в некотором роде кастрированы. Их оставили в назидание потомкам как памятники, но спицы поздирали отовсюду, вплоть до места их установки. Где-то там поставили другие предметы, которые как раз все и выдают. А это и были те самые спицы, которые дали неслыханную степень свободы российским промышленникам в период первых двух десятилетий 20 века. Может быть их ставили на другие здания, но смысл не менялся. Все естественные и искусственные тормоза в развитии были сняты из-за доступа к бесплатным энергоносителям. И та самая багдадская батарейка по сути была ничем иным как составной частью нашего Марса маяка, выполненная из подручных средств. Был в жизни человечества некий период, когда после ожесточенной войны средствами массового поражения все приходилось восстанавливать из того, что имелось и выбирать не приходилось. Но еще были живы люди, которые умели восстанавливать технологии предков. Но потом не стало и их. Будем надеяться, что данный процесс пошел вспять. В основу была положена практическая реконструкция сеансов экстрасенса регрессолога, увы, уже нас покинувшего. По пересказу видения о работе русских золотарей неопределенного года по летописи. Как и следовало ожидать, наступила масса открытий. Среди них были очень интересные. Например, суслом тогда называлось совсем не то, что этим называют сейчас. Цвет и консистенция сусла практически идентичны концентрату кваса, который продавали в СССР. Как оказалось, и запах был таким же. Поташ и пот есть, в принципе, очень близкие по происхождению слова. Можно сказать, одно родило другое. В переработке веществ это было также аналогично процессу человеческого потовыделения. Одно рождало другое. Но тот поташ был не карбонатом калия. Пересказанную выше историю мысленно разделил на три части. Сейчас вы ознакомились с первой. Не обещаю, что выдам скоро все остальные, но что будет интересно, гарантирую. Там вы поймете, почему золото было сусальным для сусла. Почему со кровище есть несметное богатство. Что такое багор и багрянец. Как там в кино. Мы обязательно бахнем. Но потом. Подписывайтесь на мой канал и вы услышите продолжение. Обязательно услышите. До свидания. И до встречи у меня на канале. до встречи. Продолжение следует...